Пионер готов? Всегда готов! Привет, просветители! Давно мы с вами не говорили об очередных запретах. Целую неделю. Наши любимые законотворцы продолжают действовать по золотым заветам методички «Депутат для чайников». Не волнуйтесь, в ней всего два пункта, а иначе как бы они сумели ее одолеть? Первый – запрещай то, что не особо важно для твоих избирателей. Ну, то есть для бабулек у телевизора. Ничего против бабулек не имею. Игры, интернет, аниме, популярные книги, фильмы. Главное, сериалы на НТВ не трогай. И ты сразу же вроде весь такой духовный и озабоченный. В хорошем смысле извращенцы. Руки на стол. Но при этом у самих бабулек и Васянов-подпивковичей жизнь от ваших запретов вообще никак не меняется. А значит, чтобы не поддержать хорошего депутата. Второй момент. Запрещай ради детей. Ты не просто крендель с горы и непонятно каким образом оказавшись в депутатском кресле. Не-не-не-не-не. Ты о подрастающем поколении заботишься. А так как на детишек влияет буквально все. Не, реально все. Кроме новостей на первом канале. Выступление на ТВ депутата Журавлева, заявляющего, что он отправит на тот свет немецкого журналиста. Рейтинг 12+. Тех самых сериалов НТВ, домашнего насилия, пропаганда милитаризма и дальше по мелочам. Так вот, раз детки такие восприимчивые, исключение я уже перечислил, остается только один выход запретить и родить тройню. На этой неделе нам в популярной форме объяснили, как иностранные игры портят подрастающих патриотов. Жуткое на самом деле зрелище. Если что, это я не про испорченных патриотов. Звучит хайпово. А про очередного специалиста, решившего пояснить за шутеры. Только два навсегда в сердечке. Узнаем, как лето в пионерском галстуке протянуло свои мерзкие щупальца аж через рейтинг 18+. Не волнуйтесь, про сжигание книг тоже немного поговорим. И наконец-таки поймем, как ВПН подвергает опасности конституционные права россиян. Да, именно так. Люди, придумавшие это, заседают в Думе. Почему многие люди боятся менять профессию, даже если на старом месте не устраивает зарплата, злой начальник и отсутствие перспектив? Неизвестность. А что я буду делать вон в той модной сфере? А вдруг мне не подойдет? А если я не справлюсь? Вот если бы попробовать пройти соответствующие курсы, но при этом ничего не платить. Звучит не особо правдоподобно, правда? Но нет. Появился новый, актуальный, и что особенно важно, бесплатный практический курс по интернет-маркетингу от ConvertMonster. Вас ждут 6 коротких занятий, которые отлично подойдут для новичков, обратная связь от экспертов и чат с возможностью задавать вопросы. Ну и вишенка на торте с сертификата прохождения мини-курса. Эти занятия помогут вам понять, а сможете ли вы покорить сферу интернет-маркетинга. Где хочется отметить, средняя зарплата составляет 100-130 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на бесплатный курс и откройте для себя новую профессию. Борьба с играми, и особенно с шутерами, существует, пожалуй, столько же, сколько и сами игры. И это далеко не отечественное изобретение. Происходит трагическое событие с участием несовершеннолетних, и тут же появляются статьи с одним и тем же посылом. Преступник был геймером, научился всему в игре, пора запретить компьютер. Звучит логично? На самом деле нет. Во многих произведениях классической литературы встречаются жестокие моменты, а порой и откровенно кровавые. Да, Федор Михайлович, я про вас. Но выйти на трибуну с лозунгом «Запретим Достоевского» пока в голову немногим приходило. Обратите внимание, такие люди все-таки есть. Дело здесь, наверное, в том, что книга уже давно считается непременным спутником образованного человека. Че за компьютером сидишь? Иди книжку, почитай. Ну, сначала этот ролик досмотри, а потом читай. Комментарии. И посты в моей телеге. Вот в такой последовательности. Усек. В отличие от компьютерных игр, которые, во-первых, по большому счету не так давно с нами, а во-вторых, все еще воспринимаются увлечением исключительно детским. Да, нормальные люди уже давно понимают, что это не так. Но мы с вами на этом канале не про особо нормально говорим. Сейчас у вас на экране, возможно, первый пример кровавого экшена, разрушающего психику детишкам. 76-й год. Death Race. В игре можно и по факту нужно было давить людей. И этого хватило для грандиозного скандала. Менялась графика, менялись игры, риторика же оставалась неизменной. Виртуальная жестокость порождает реальную. У меня есть отдельное видео на эту тему, поэтому повторяться не буду. К тому же наш сегодняшний герой не выступает против игр как таковых. Не, все гораздо серьезнее. Жестокость, насилие, кровь. Оставьте их для Останиной с Мизулиной. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить в России продажу игр, где героями выступают военные из недружественных стран. Шутеры? Пока. Опять же, ограничить продажу. Если учесть, что сейчас купить-то игру в России настоящий квест, то ограничение это именно то, что нужно. Федоров считает, что в России тратят большие усилия на патриотическое воспитание среди молодежи. Однако в то же время в стране свободно продают игры для ПК и консолей. Честно говоря, после «свободно продают» можно было дальше не читать. Уровень экспертности понятен. Где главными героями выступают военные или представители специальных подразделений недружественных стран. Непорядок. А еще в магазине, если повезет, можно купить игру про итальянского водопроводчика. А что там с итальянской виллой Соловьева? Пока Владимир страдает, ты по трубам прыгаешь? Где мой свитч? Таким образом, отмечает он, складывается ситуация, когда в стране свободно реализуются видеоигры, продвигающие среди молодого поколения героический образ военнослужащих США или других стран, официально признанных недружественными по отношению к России. Поэтому давайте оставим игры только из дружественных стран. Что там с игровой индустрией в Сирии и Эритрее? Я, конечно, утрирую, есть же еще Китай. Но тут, боюсь, уже другие депутаты будут недовольны. У них же все восточное аниме. А значит, тоже запрещаем. Страна тратит такие усилия на патриотическое воспитание, а человек поиграл в колду и превратился в американского наемника. Прошел Resident Evil, стал зомби. В связи с этим, прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных, говорится в письме. 48 недружественных стран. Абсолютное большинство игр там же и производятся. Что ж, хорошо быть российским геймером в 22-м году. Депутат Федоров вообще интересная личность. Других в Думе не держим. Несколько лет назад он назвал Виктора Цоя едва ли не агентом ЦРУ, а песни для певца писали в Голливуде. На каком-то этапе он начал петь песни совсем не такие, какие он пел до этого. До этого он пел про алюминиевые огурцы, а тут вдруг про перемены начал петь. Выяснили, что все последние песни... Цоя сам не умел их писать, он в группе писал. Ему привозили из Америки, заявил депутат. Профессионально в Голливуде писали люди песни на русском языке. Наше КГБ исследование провело. Они получили эту информацию. Работа, по мнению Федорова, велась масштабная. За Цоем были в ЦРУ специальные люди, которые с ним работали, давали гранты, давали ему эти песни. То есть гранты российским певцам уже с 80-х раздают. Так и запишем. Медицинскую карту. Вот так от Цоя к играм перешли. Даже не знаю, повышение это или понижение. Зато знаю, что наличие таких людей в Думе это... Я лучше промолчу. Вообще, конечно, непонятно, к чему такие полумеры. Пора уже все запретить, что связано с недружественными странами. Вон, крымские политики предлагали же уроки английского языка в школах отменить. Патриотам иностранные языки не нужны. А на каком языке говорят в Эритрее? Черт, английский один из рабочих. Возвращаем уроки в школы. Кто-то может сказать, что нормальные пенсии, перспективы для молодежи, уверенные в завтрашнем дне. Вот что повышает патриотизм. Но это же работать надо. А предложить запретить игры, это ничего не стоит. К тому же, у нас постоянно что-нибудь запрещают. Почему Федоров тоже не может предложить что-нибудь отменить? Еще как неродной. Помните, приблизительно месяц назад другой политик возмущался, что нельзя ребенка часа на четыре в кинотеатр отправить? Не, ну отправить-то можно. А в итоге получить домой довольное дитё с аквагримом. Я у себя в телеге по этому поводу писал. Так вот, мне кажется, это хорошая идея. Только грим нужно наносить не детям, а вот таким инициативным товарищам. Чтобы сразу же было понятно, кто и что несет. Осталось выяснить, армия туриенов и дринеек. Это дружественные войска? Но если к нападкам на игры мы с вами уже давно привыкли, чаще разве что аниме достается, то вот повышенное стремление запретить книги, это что-то новое. Ну а ничего, мы уже начинаем привыкать. Сначала на фоне разговоров о запрете российской культуры в Европе досталась полынной ёлке Ольги Колпаковой. Бей своих, чтоб чужие боялись. Книга пропала из уральских библиотек. Причина? Местный чиновник заказал экспертизу. Текст книги направлен на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов под общим предисловием «время такое». К сожалению, в тексте присутствует и либеральное европейское направление по сравнению глав Советского Союза и фашистской Германии. Наконец, попытка внушить читателю неуважительное отношение к власти не только через товарища Сталина, но и местных руководителей наводит на мысль о разрушительном влиянии этого произведения на умы подрастающего поколения, заявляют специалисты. Этого произведения? Ух, как специалисты оскорбили! Издательство с подобным решением не согласилось, как и люди, которые читали книгу, и потребовало уже независимую экспертизу. Рецензент не только выдернул цитаты из контекста произведения, но обвинил автора в разъединении российского народа, призывах к эмиграции, искажении истории. А что, так нельзя было? А новость так классно звучала! Уральский чиновник борется с европейско-либеральным направлением. Ух, аж мурашки по коже. Самое забавное, что свое патриотичное фи высказали в первую очередь и те, кто книгу даже в глаза не видел. В смысле рассказывают о поволжских немцах во времена Великой Отечественной войны? Это ж немцы! Вот, кстати, перед вами потомок этих самых жителей Поволжья сидит. Теперь-то я понял, что мою бабушку никто в лагерь просто потому, что на немка не отправлял. Это просто мифы и разнообразные домыслы. Не только тема, но и художественные приемы создания образа в повести восходят к лучшим отечественным традициям изображения детства. В общем, здесь попытка показать себя главным борцуном за патриотизм и все хорошее окончилась неудачей. Патриотизм литература 0.1. Но у нас же есть лето в пионерском галстуке, а там любая экспертиза подтвердит, что в России такое нельзя. По-волжские немцы все же серая зона. Если вы не читали ЛВПГ и ничего о ней не слышали, то советую посмотреть обзор Полины Парса, Энтони Юла или Анкл Шурика. В какой же раз я их на своем канале рекламирую. Если вы слышали о книге благодаря Милонову, Михалкову и другим моральным ориентирам, но не читали, поумерьте свой энтузиазм. Это не та книга, давайте пробежимся по главным претензиям, где в самых ярких красках рассказано о горячей радужной любви. Нет, фигбук вам в помощь. Реабилитация нацизма из-за мысли одного из героев. Можно я просто... В общем, дальше. Осквернение пионерии и оскорбление советской памяти. И это все при наличии книги Иванова Пищеблог. Но мы все это находим в пионерском галстуке. Ну, в общем-то, вопросы тогда снимаются. Но это все, как вы понимаете, цветочки, по сравнению с главным моментом. А есть ли там пропаганда среди несовершеннолетних? Просто, чтобы вы понимали, книга 18+. Еще раз, услышали? 18+. Помешал ли сей факт накатать миллион жалоб? Я вас умоляю. Тут недавно книгу сжигать хотели, но в итоге решили передать местной епархии. Пусть священник решает, что с произведением делать. Лига безопасного интернета следила за скандалом из-за книги и сомнительного издательства Popcorn Books. Вообще мы ожидали, что ситуация вокруг книги, вызвавшей столь серьезный негативный общественный резонанс, будет решена правильным путем, судебным решением о запрете распространения вредной книжки в стране, отметила Мизулина. Куда же без госпожи Мизулиной-младшей, главной блюстительницы моральных устоев? Если они, конечно, не касаются Михалкова. Вспоминаем ее искрометно интервью. Для тех, кто не смотрел, Мизулина, по сути, заявила, что Михалков может постить любые фейки. Лига безопасного интернета его проверять не будет. Мизулина просто Михалкова сильно уважает. В нормальном обществе после подобного заявления эту даму бы поганой метлой выгнали. Но мы не в нормальном. У нас можно на миллионную аудиторию о лизоблюдстве и кумовстве абсолютно открыто рассуждать. Понимаете, книгу 18+, надо запретить. Господи, а кто-нибудь может запретить? Ставьте нужное слово. Точнее, фамилию. Но смотрите, госпожа Мизулина, я буду говорить очень медленно, чтобы вы все поняли. Если произведение для взрослых должно быть запрещено, ну, детки, несмотря на все запреты могут наткнуться, то вы по такой же логике... Ладно, можно я дальше не буду для Мизулины говорить? Это слишком тяжело. Дальше только для тех, кто способен понять. Должны запретить алкоголь и сигареты. И что, что их продают только взрослым? Что, ни один подросток не курил и не пил? Такая же ситуация, как с книгами. Запрет есть, но он просто физически не может в 100% случаев работать. Что же вы не рвете с вином и пивом бороться? А, глубинный россиянин не поймет. Но в отличие от, как вы выразились, вредных книжек, вред от сигарет и алкоголизма доказан. Госпожа Мизулина, ну, как же так? Будьте последовательны. Роскомнадзор не нашел нарушений при распространении книги бестселлера «Лето в пионерском галстуке». Ведомство пояснило, что роман классифицирован как запрещенная для детей продукция. Ура, победа здравого смысла. Может быть, потому, что здесь Мизулина-младшая не работает? Но не торопитесь. Мы же про Роскомнадзор говорим. Раз книга 18+, значит, ее оборот не нарушает закон о защите детей. При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что разделяют опасения родителей о содержании книги и готовы поддержать ужесточение законодательства, которое бы оградило несовершеннолетних от подобной продукции. Поддержать ужесточение законодательства. Что это значит? Еще раз напоминаю, что осенью нас ждет голосование по законопроекту о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Уже в сентябре-октябре «Лето в пионерском галстуке» и толпа других фильмов и книг скорее всего окажутся вне закона. Никаких больше плашек. Вы взрослый человек и хотите читать, смотреть, слушать взрослое произведение? Фига вам с маслом. Милонов и Астанина знают лучше, что вам можно читать. Еще раз, любое произведение, затрагивающее нетрадиционные вопросы, будет под запретом. Для всех, даже для взрослых. А я все с торрента скачаю и вообще у меня ВПН. А у меня депутат Госдумы Ирина Рукавишникова. Сенатор Ирина Рукавишникова направила запрос в Роскомнадзор с просьбой проверить, соответствует ли российскому законодательству использование в России ВПН-сервисов. По ее словам, объективное расследование может стать основой для корректировки закона. Она утверждает, что это повысит надежность защиты конституционных прав россиян. Понимаете, вам ВПН на законодательном уровне запретят, и это повысит защиту ваших же конституционных прав. Логика уровень Рукавишникова. 7 Софьи Доринских из 10. Рукавишникова заявила, что ВПН-сервисы могут быть использованы в гибридной войне против России, так как с их помощью можно получать доступ к заблокированному контенту. Да ладно! Да ладно! Она обратила внимание, что использование ВПН запрещено в Белоруссии, Северной Корее, Туркменистане, Турции, Ираке, Иране. Вот они наши примеры для подражания. Северная Корея, Туркменистан, где женщине теперь красятся и спокойно передвигаться в автомобиле нельзя, и Иран. На этом, пожалуй, и закончим. Светлой дорогой идем, товарищи. в не менее светлое будущее. Там в Северной Корее запретили, давайте повторим. Друзья, если вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там весело и интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok